Но не все так гладко в отдельно взятых регионах страны. До конца программы осталось всего 4 месяца, а некоторые субъекты идут с критическим отставанием в 9 и больше месяцев от плана. Им правительство России выделит больше 4 миллиардов рублей. Какие именно регионы оказались в списках аутсайдеров и какова ситуация в районах Якутии в целом в материале Саргланы Захаровой. Минстрой России назвал отстающие регионы по программе переселения из аварийного жилфонда в списке оказались 12 регионов страны. Им правительство России выделит больше 4,5 миллиардов рублей, чтобы регионы успели закрыть программу в срок. Прикрыться отсутствием денег не получится, подчеркнул Михаил Минь. Республику Саха черный список обошел стороной. Неудивительно, несмотря на один из самых крупных объемов аварийного жилья, Якутия стабильно занимает лидирующие позиции по строительству нового. В целом план в регионе выполняет без значительных отставаний. Однако в отдельно взятых муниципальных образованиях дела не столь оптимистичны. В списке аутсайдеров три муниципалитета, которые не закрыли этап 14-го года и 12 этап 15-го. В целом по всей стране за годы реализации программы расселили порядка 8 миллионов квадратных метров аварийного жилья. Новые квартиры получили больше полумиллиона человек. Кроме того, тысячи семей не только улучшили условия проживания, но и получили возможность сэкономить свой капитал. Так, с 2010 года в России строят энергоэффективные дома. По программе переселения возведены в разных регионах в общей сложности 117 таких объектов. Помимо этого, 18 в частном секторе. Якутия тоже не осталось в стороне. Поселок Жата – единственный на Дальнем Востоке населенный пункт, который сегодня имеет 10 умных домов. Между тем, власти обсуждают и организацию за счет бюджетных и внебюджетных источников средств постоянного действующего механизма расселения аварийного фонда, признанного таковым после 2012 года. По словам главы ведомства Михаила Мене, этот механизм будет направлен на привлечение инвесторов к расселению аварийного жилья, а также на использование потенциала арендного жилья. К началу 2017 года по всей стране общая площадь нового аварийного фонда достигла 9 миллионов 300 тысяч квадратных метров. Самые большие зафиксированы в Якутии, Пермском крае, Ямало-Ненецком и Хантамансийском автономном округах, а также в Самарской области. Их насчитывают более 2 миллионов 300 тысяч квадратных метров или более четверти жилья, признанного после 2012 года.